Поделитесь опытом и знаниями, каким образом можно переубедить оппонента. Был такой толковый автор по фамилии Поварнин. У него есть книжка. Называется «Искусство спора». Она небольшая, но такая очень концентрированная. Рекомендую ознакомиться. Там описаны изложенные приемы честного спора и в то же время нечестные приемы, которыми пользуются, так сказать, нехорошие люди. Но это уже твое. Хочешь пользоваться этим, хочешь пользоваться тем. Очень хорошая книжка. Как переубедить последователей террористической организации Украина? По сути, последователей тоталитарной секты. Это работа, камрад. На удивление, если со всех утюгов идет поток видео, фоторепортажей, свидетельств заметок статей, что там происходит. Объясняются причины конфликта. А либералы, на самом деле либертарианцы и так и сидят. И пасутся в своих кружках. Слушают профессора Зубова, Варламова, Майкла Наки, Дудя и т.д. И просто не замечают другой информации. Это же вопрос не про спор. Они живут в своих информационных пузырях. Им твои споры. Вообще до фонаря. Они тебя вообще слушать не будут. Вот есть блогеры. Федор с канала «Скомарох и боярин». «Вскрытие покажет». «Приемный покой». «Дмитрий Недонской». «Колхоз. Дело добровольное». «Петя Первый» и т.д. Я все слышу впервые, камрад. Которые общаются с этой публикой в чат-рулетки и выкладывают свои ролики. Но в итоге получается, что на свете просто есть такие люди. Они выросли. И их, видимо, просто ни разу в жизни не карали за бессовестность, наглость, вранье, работу козлом, провокатором, насилие, убийство. То есть, как в выражении, безнаказанность поощряет вседозволенность. Плюс у ухов это все ложится на безграмотность, отсутствие всякого интереса к знаниям и желанию в чем-то разобраться. В той ситуации, где мы находимся, получается, что эти люди в первый раз в жизни получают по заслугам. Про споры сказал. Книжка Поварнина. Спор. Вот. Изучи. Там понятно сказано. То, что припираться... Я, наверное, понимаю, о чем ты говоришь. То есть, что-то такое я видел, где там какой-то дяденька, толковый наш соотечественник, русский, россиянин, сидит и разговаривает с какими-то откровенными дебилами. Там на Украине вообще, по-моему, там... Кроме деноцификации, там надо особые психиатрические бригады задействовать. Там количество умалишенных потрясающе. Вот он там с ними беседует. Что-то им пытается объяснить. По-моему, это бесполезно абсолютно. Тут все дело в том, как работают излучатели. Если излучатели работают правильно, то и мозги у граждан постепенно исправляются. Надо ли этим заниматься, спорить с кем-то индивидуально, я считаю, нет. Напрасный труд.